Кайфуем Да просто мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всём. Кайфуем, тебя я сам себе ревную, да просто мы с тобой кайфуем, не вспоминая ни о чём. Самый дорогой, самый большой, самый золотой айфон, космос нравится, а? Сейчас распакую как мужчина, вот так вот, раз, так вот, два, вот так вот, три. Аккуратно надо. Ой, ты какой, а ты что, ты просто без ножа меня режешь? Просто тупым ножом меня режет Apple, оооо, ты посмотри какой вообще. Я аж из образа выпал. Какой, а? Вот так поставил. Всё, распаковка закончилась. Привет, с вами Велосиком, золотой айфон 12 Pro Max, ровно такой, как у меня сейчас на столе, стоит 140 тысяч рублей. Это овер до хрена. И самое забавное, что за 140 тысяч рублей вы получаете в комплекте, как вы помните, ничего по сути. У нас с вами есть один вот такой вот проводочек и вот такая вот макулатурка с одним яблочком. Ладно бы оно хотя бы золотым было, нет, оно тоже белое, вообще без особых изысков. То есть, на самом деле, за эти деньги даже как-то, ну, неловко, что ли, становится, потому что, ладно, айфон 12, я всё-таки с этим смирился. Да, нулевой углеродный след, это всё замечательное, экология, ура. Но здесь, когда я покупаю, ну, настолько дорогое устройство, это один из самых дорогих смартфонов вообще. Да, есть там какой-нибудь Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, но это всё-таки супер имиджевое устройство. А вот так вот, чтобы просто базовый флагман-флагман, вот это, конечно, странно. И ещё более странно, что мне надо доплатить 2000 за вот такую зарядочку, потому что без неё как-то будет совсем неловко. Она на 20 ватт и обеспечит мне быструю зарядку вот этого смартфона. Я, как вы знаете, большой фанат лопат. Для меня самого это странно, потому что, когда выходил iPhone 4, 4s, 5, 5s, я говорил, зачем? Уже тогда эти андроиды на больших диагоналях, тогда казалось, что больших, мне лично не нравились. Ну, потому что контента не было и выглядели они, честно говоря, не очень. А сегодня ты берёшь вот этот вот замечательный, кроме шуток, огроменный iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма и понимаешь, что, блин, там вся жизнь. Ещё раз, прям сразу с ходу, давайте, я знаю, что вы хотите, мы всё это убираем. Я достаю свой боевой iPhone 12 Pro и смотри, 6,1 дюйма. Ну, просто какой-то бэйби-телефон. Просто вообще, ты посмотри на это. Ну, он просто вообще ни о чём. Охренеть! Я в шоке, реально. Ты посмотри, насколько у них большая разница. А с экранами, наверное, будет ещё больше. Слушайте, ну, это действительно круто, но это всё мелочи. На самом деле, самое важное там находится внутри. И вы скажете, Валя, сравни-ка iPhone 12 Pro Max с предыдущим iPhone 11 Pro Max. Да, пожалуйста, вот он. На самом деле, конечно же, ощущается, что этот побольше, но я бы не сказал, что драматически. Это, наверное, больше даже чувствуется из-за его плоских грани, нежели из-за того, что тут чуть-чуть больше сам корпус. В общем-то, не критично. Если вы с удовольствием пользовались iPhone 11 Pro Max, то iPhone 12 Pro Max это примерно то же самое. Но сравнить вот этот огромный смартфон я хочу с другим устройством. Каким? Ну, я надеюсь, вы догадались. Ну, давайте, каким? С чем можно сравнить iPhone 12 Pro Max? Конечно же, с iPhone 6 Plus. Первым действительно большим смартфоном, который выходил в 2014 году. Страшно сказать, это вообще как будто другая жизнь была. Мы ездили за ним в Гонконг, стояли в очередях, боролись с китайцами, потому что невозможно было его добыть вообще. Все покупали золотой, и золото в Китае это прям надо брать. У них у всех золотые iPhone. Именно поэтому у меня здесь в коробочке серебряный. С тех пор ничего не изменилось, хрен добудешь iPhone 6 Plus в золотом цвете. И смотрите, коробка была очень странная. Она вообще без какой-либо картинки, просто вот так вот белый телефон. Тогда мы думали, что это такой прикол от Apple. Но мне что-то кажется, что они просто так и не выбрали, какую картинку сюда присандалить, поэтому просто ничего не напечатали. Потому что iPhone 6 Plus позже выходил уже с нормальной картиночкой. Помните, с цветочками вот это все. Никаких тебе вот этих приятных хвостиков тащить просто тупо не за что. Поэтому в ход идут что? Правильно, зубы. Вот здесь поднадкусил. Яблочко надо надкусить. Вот она, пошла жара. И ты посмотри на вот это вот. 128 гигабайт. Это вообще, это прям топов за топ. Ну-ка. Народ, когда покупаешь iPhone 12 Pro Max, первым делом что делаешь? Конечно же устанавливаешь важные приложения, среди которых обязательно будет Сбер. А знаете, что еще интересного придумали в Сбере? Крутую акцию для поддержки малого бизнеса. Проект называется Сбер рядом. И вот в чем суть. Допустим, у вас есть малый бизнес, например кондитерская. Проходите небольшой опросник на сайте Сбер рядом. Оставляйте заявку на участие в проекте. И адрес вашей кондитерской появится на картах на сайте. И в программе 2GIS. Участие в проекте абсолютно бесплатное. Ну а ваши клиенты будут получать бонусы программы Сбер спасибо. До 10 процентов, совершая покупки в вашем заведении. Это крутая история, но есть несколько моментов. Поскольку придумывали все это вместе с Мастеркард, то и покупки для получения Сбер спасибо нужно совершать с помощью карты Мастеркард Сбербанк. Напомню, что участие в акции для малого бизнеса не стоит ничего. Просто заходите на сайт Сбер рядом. Можете воспользоваться ссылкой в описании. Зарегистрируйтесь и ждите новых клиентов. Как по мне крутое предложение, все ссылки и важные нюансы в описании. Если вы вдруг не знали, я владелец сети ресторанов Шурмы Шварм. Кстати, забегайте к нам в гости. И я тоже буду участвовать в этой программе Сбер рядом. Потому что реально выгодно. И клиентов привлек, и людям приятно. Все в радости. Видите? Новый. Это, кстати, не восстановленный. Это прям новый-новый. Оооо. Ты посмотри какой лапоть. Уоо. Прямо вааа. Ну фиг знает. Сейчас, конечно, воспринимается уже как совсем какой-то такой прям устаревший-устаревший. Хотя тогда это прям было величие. Пять с половиной дюймов экран. Понимаете? Пять с половиной. Гигантский. Сейчас ничего особенного. Может быть, просто к этому дизайну, к этому вот покатому экстерьеру я уже настолько привык, что он меня даже вот в таком состоянии не впечатляет. Но и, конечно, невозможно не кинуть камень в огород Тима Кука. Потому что ты посмотри на это. Зарядка. Да, фиговая, но тем не менее. Наушники. Давно забытые, понимаешь, ништяки. И проводочек. Вот. Все клали. И два яблочка. Опять же. Конвертик открываешь. А там что? А там Glorious два яблочка. Вот таких вот. Все как-то меньше стало. Но. Давайте вот теперь сравним iPhone 6 Plus с iPhone 12 Pro Max. Ух, нифига себе, сколько времени-то прошло. И вот здесь, как мне кажется, сравнение более уместно. Смотри. Кладем на стол iPhone 6 Plus. Кладем на стол iPhone 12 Pro Max. И вот они совсем, блин, похожи. Ну, то есть, по общему, скажем так, вот этому ощущению. Ну, да, конечно. Это чуть-чуть больше. Но ты посмотри. Это просто один, блин, телефон. Поэтому, если у вас возникает вопрос. Можете ли вы держать в руках гигантский iPhone 12 Pro Max? То, если 6 лет назад вас устраивал вот такой вот аппарат, то этот устроит более чем. Он, конечно, чуть-чуть потяжелее за счет того, что туда больше железа напехано. Он еще и потолще, на самом деле. Но это уже все мелочи жизни. Если ты хочешь OLED на 6,7 дюймов, ты должен страдать. А здесь еще и камеры гигантские с новой матрицей, со всеми пирогами. Плюс этот был из алюминия. Помните историю, да, что он еще и гнется? Вот этот уже сделан из хирургической стали. Вы видите, что здесь вот это все красивое. Керамик шилд, стекло, которое защищено от царапин, от падений. То есть, оно не так просто бьется, как нам хотелось бы. Заднее стекло тоже достаточно прочное. Единственное, ахиллесово пита, скажем так, этого телефона, это камеры. Потому что блок достаточно сильно выпирает сам по себе. И стекла тоже чуть-чуть выпирают над рамкой. Поэтому имейте в виду, что если вас это будет волновать, лучше сразу купить чехол. Поэтому ценник устройства также чуть-чуть еще увеличивается. То есть, нормальный комплект iPhone 12 Pro Max в максималке может стоить уже и 150 тысяч рублей. Welcome. Если там еще Максейвом баловаться, так и вообще звезда. Знаешь, что интересно? Интересно, включится он или нет? О, смотри, загорелся. А теперь давай его погню. Давай ради интереса, насколько легко он гнется? Я когда снимал ролик в свое время, я не смог погнуть. Насколько легко погнуть iPhone сейчас? Помните эти дикие люди? Слушай, но я тебе так скажу. Я сейчас не буду, наверное, его гнуть в полной мере. Но что тогда, что сейчас? Помните, мы гнули iPad Pro? Вот он гнулся. А здесь? Ну, конечно, народ. Тогда, вот тогда я помню эти все хохмы, что iPhone это лопата гигантская. Помните эти мемы с 2014? То есть погнуть его, ну, при желании можно. Но что тогда, много лет назад я тестировал его, что сейчас, вот так сходу, да черт его знает, надо очень захотеть, чтобы его погнуть. Но не хочется здесь ломать телефон. Тем более, что он столько лет пролежал в коробке в ожидании своего владельца. Поэтому мы будем его холить и лелеять. Но, мне кажется, максимально наглядно мы с вами оценили, что габариты этого телефона не настолько большие, как может показаться. У меня на столе появились яблоки не просто так. Дело в том, что в интернете гуляют картинки, где люди умудрялись порезаться с помощью iPhone 12 и 12 Pro. И был еще ролик, где какой-то парень, значит, iPhone чистит яблоки. Я вам могу сказать, что оба этих случая абсолютнейший буллшит. Почему? Потому что грани хоть и прямые, они все равно закругленные. Дизайн напоминает iPhone 4, iPhone 5. Мы с вами говорили в прошлых распаковках iPhone 12 и 12 Pro соответственно. Но дело в том, что порезаться им просто невозможно. Можно даже снять челлендж. Режу руку iPhone 10 часов и ничего не произойдет. Более того, есть еще тема, что эргономика в новых iPhone подкачала и держать их в руке неприятно. Тотальный буллшит также. Потому что, я не знаю, мне очень нравится. И визуально, конечно же, новый дизайн, это однозначно заходит всем. И более того, держать их в руке просто тупо приятно. Потому что тебя эти грани абсолютно никак не парят. Ко мне тут подошел человек на одной съемке и говорит, Валя, а что же взять-то все-таки 12 Pro надо, не надо, как, чего? Я говорю, а что у тебя сейчас? Он говорит, 11 Pro. Я говорю, ну тогда черт его знает. Но на, подержи. Дал ему телефон, он взял такой, я все понял, пошел заказывать. Потому что, действительно, новый дизайн, это одна из ключевых фишек, как бы это странно не звучало. Конечно, тут есть LiDAR. Конечно, тут дофига оперативной памяти. Конечно, 5-нанометровый A14 Bionic и многое-многое другое. Но вы знаете, что айфоны покупают не из-за того, что там внутри, а из-за того, как он ощущается снаружи. Шучу, конечно. Но! Вы скажете, Валя, а может быть, действительно можно порезаться? Может, действительно можно почистить яблоко? Помните наш айфон 12 с дроп-теста? Мы его заточили. Вы не поверите. Да, он алюминиевый. Но дело в том, что мы попытались его заточить. Если его так трогать, то, действительно, достаточно острый. Тем более, что здесь стекло разбилось. Мы его починим, кстати. Имейте в виду. Так вот яблоко. Типа заточенный айфон. Типа с острыми гранями. И что я делаю? Я пытаюсь почистить яблоко. Ну, то есть, как погнуть айфон 6 плюс, так и почистить яблоко айфон 12 достаточно тяжело. То есть, если захотеть, и давить очень сильно, и потек сок, и вот так вот творить грязь, то можно делать. Но дело в том, что я, наверное, и пальцем справлюсь при таком раскладе. Понимаешь? Вот так вот делать. Почистить яблоко с помощью айфон 12. Рабочий кейс? Ну, если ты хочешь выжать яблоко, то да. Ну, ты понял, да? То есть, это такая вся история. Вот так вот. И при этом он, смотри, все равно не острый. Даже мы его точили. Я понимаю, что алюминий не лучший вариант. Можно было взять сталь. Но сам факт. Короче, еще один миф развеян. Возможно, вы скажете, Валя, это все замечательно. Но это же единственный айфон в новой линейке, у которого есть полностью новая система камер. Во-первых, основная на подвесе, на стабилизации. Классная. Во-вторых, зум стал чуть более нарядный. Теперь у нас там два с половиной или пять, если считать, как там ребята из Apple это делают. И вы знаете что? Мы протестировали эти камеры. И я вас отправляю в другой ролик, который стал доступен также вместе с этим. Так что приходите под ссылку в описании или где-то здесь. И смотрите наш тест камер сравнения iPhone 12 Pro Max с iPhone 11 Pro Max. Там прям интересно. А я вот что вам скажу. Это огромный, дорогущий iPhone. И это его главная особенность. Мне очень нравится. Он очень симпатичный. Да, вот этот синий прикольный. Кстати, если хотите посмотреть все цвета, зацените также нашу распаковку 12 Pro. Там и графитовый на самом деле классный, тихоокеанский синий и даже серебряный прикольный. Но золотой он прям какой-то прям ух. Причем маленький золотой, он как-то теряется. А здоровый ты смотришь на него такой. Вот это, я понимаю, золотая лопата. И, конечно, народ, я с удовольствием разыграю iPhone 12 Pro Max в золотом цвете. И все, что вам нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе, это подписаться или быть подписанным на канал досоком на этот. Проверьте. Поставить лайк этому ролику вы можете опционально, но это даст много к удаче. И третий пункт, он самый важный. Оставьте один комментарий только по смыслу этого видеоролика. Потому что мы наблюдали наплыв каких-то ботов, которые копируют просто тупо комментарии. Может быть, это были люди, которым просто лениво даже что-то написать, они копируют то, что есть и фигачат дальше. Блин, ну и так самый простой конкурс в мире. И так, собственно, я говорю, вот, пожалуйста, чуваки, телефон за сотку плюс я вам отдам. Но проявите какой-нибудь креатив. Напишите какую-нибудь интересную тему, я не знаю, каким у вас был, каким телефоном вы пользуетесь сейчас. Давайте так проверим. Пишите, каким телефоном вы пользуетесь сейчас. И жду вас в конце месяца, мы подводим итоги по iPhone 12 Pro Max. Ух, прям хочется Джонни Вилсакяна в конце призвать и красиво закончить. А с вами был Вилсакян, увидимся. Ставьте лайки, не забывайте принимать участие в конкурсе и... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok